Здорово, пачаны! Поговорим об Афганистане в 2021 году. Люди там просят, пачаны хотят, аналитики ждут мои аналитики. И, конечно же, вердикт, что же будет дальше. Об этом я тоже расскажу. Что будет дальше? Что? Но это не точно. Это совсем не точно, но примерно так. Самое, что на поверхности у нас, это, разумеется, название страны Афганистан. Если Украина, это окраина, да. Америка, Соединенные Штаты Америки, это собирательный образ всех штатов. Штаты, Штаты, взять, вот, по карте, на карте. Если вы посмотрите со спутников, если у вас доступ есть, у меня есть доступ к спутникам, у вас, наверное, нет. Поглядите и увидите, собственно, как, сколько там штатов, ну, доходящих штатов, короче. И они все в одной стране, вот, Соединенные Штаты Америки. А Афганистан от слова Аф, Аф, что такое Аф? Аф это что-то злое, как собаки. Воу-воу, воу-воу, они лают, 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 да, значит, им что-то не нравится. Либо грабитель подошел, или что-то там, блядь, сучку какую-то присмотрели, и его вакуют. Или сукаеда, блядь, увидели. Воу-воу, воу-воу. Ган, Афган, Афган, Ган, Ган это, вот, вернемся к Америке, английское слово, оружие, оружие. Ган, оружие, Афганистан полон оружия, и вообще, а нынче, ну, и со времен, там, вот, когда произошла трагедия, ты в башне-близнецы наебнулись из-за теракта. Полигон, полигон, оружейный полигон, серия полигон, кстати, да, в 2000, каком, с 11-го года стала полигончиком. А, значит, Афганистан полон оружия, потому что содержит название Ган, а Стан это такая белотекущая, по мере, вот, Игорева, мы знаем, да, Стан, за Стан, зачем ты мне Станешь, там, Мирана Станет, блядь, Венгар Станет, ну, в любых играх, там, есть какое-то ошеломление. Велотекущая. Вот и мы получаем. Долгий конфликт велотекущий в стране под названием Афганистан, сопутствующим с оружием и со злыми, блядь, умыслами. Вот, все, я разобрал это, блядь, это пока. А теперь возвращаемся в 78-й год. В 78-м году у Пачаны СССР вели войска, подумав, посчитав, либо получив информацию, там, около достоверную, недостоверную, блядь, ну, в общем, была инфа такая, что тогдашний президент Афганистана сотрудничает с ЦРУ, и было принято решение взять штурмом его дворец. Причем, не сказав ничего, они так-то пророссийские были, но так уж получилось, что когда брали штурмом, даже вот этот президент, он говорил, типа, своим соплеменникам, типа, блядь, зовите Советский Союз, нас атакуют, где же советские войска, мадапака? А советские войска и сами штурмовали, прикиньте, сами брали, вот это вот. И, по некоторым данным, бойцы не знали, и офицеры, что свергают правительство, вот, законное правительство Афганистана. Поставили своего человечка, своего человечка, конечно же, это не понравилось, вот, народу пуштунам, и некая такая, знаете, собралась многотысячная, десятки тысячная, десятитысячная, ну, там очень много бойцов было, ну, и сейчас тоже запрещенные, вот, уже в 90-х, там, каких-то годах образовали, да, запрещенную на территории Талибан. Так это просто гражданские были типы с автоматиками против советских войск, так и ВС, ну, кому, да, понравится, когда, ну, кровь горячая, на территории вашего государства ходят люди с автоматами, там, свои какие-то штуки мутят, что-то там, разыскивают, никому не понравилось бы, никому, я ни в коем случае не оправдываю, что там правильно они делают, но нужно было понимать, к чему это все приведет. Вот вы либо, когда вводите войска во всякие регионы своих губернаторов нужно ставить, которые будут иметь доступ к населению для работы с ним, что, успокойтесь, жить будет лучше, поверьте мне. Вот видите, у меня особняк, у тебя тоже, арам-зам-зам появится, тоже особняк, у твоей тети будет, автомобиль, бля, эту песню ты себе на MP3-плейский, там, Скотт, там, ну, не будет помирать от хвори, а продавать его, блядь, раньше времени, манапака, болезни, да, вылечим, там, блядь, все поднимется, разумеется, но не было этого, не произошло, ёпта блядь. Ну и все, народ Афганистана, часть народа, не все, а, естественно, есть люди, что мирно хотят жить, а есть те, которые вот прям, ну, типа, моя земля, все, берут там, блядь, РПК в руки и начинают партизанские войны, очень это в Афганистане было обширно. Ну, ладно, в 10 лет шла война, ничего СССР не добилось, до сих пор, кстати, грустно вспоминают бойцы того времени, офицеры, сколько было павших и ни к чему не привели. Дофига гор в Афганистане, почему вот война-то, казалось бы, Советский Союз, да, тогда беспилотников не было, можно было бы вообще все бы нахуй сравнять, вывести население, а это вот, кстати, об этом я буду говорить уже в современном мире, про современный мир, вывести все население мирное, а там дальше уже действовать. Для начала артиллерия под прикрытием самолетов, пуштуны бы, теряя афганцы, они бы не смогли, Афганистан, они смогли бы взять и посбивать высоко летающие самолеты, никак, что-то с пистолетов в автоматах, ну да, у них там крупнокалиберка какая-то есть, но это легко тоже все вычищается, блин, знаете, под шквалом артиллерии никто не будет вот так вот братья стрелять, хотя кто его знает, там разных безумцев, да и вообще везде безумцы есть, скажем так. Ну вот, 10 лет просто супермного погибших молодых солдат, да, офицеров, даже там высокопоставленные офицеры, генералы, полковники умирали, как и на любой войне. Ну вот, не добились своих целей, вот поставили своего человека, кстати, вот напомню, поставили своего человека, такого себе, у него фамилия какая-то еще какая-то, стрёмная фамилия, по нему вот так посмотришь, ну бля, я вот поглядел на него, и даже характеристики, те люди, что с ним имели дело, дела иметь, политические, да, там какие-то еще, говорят, ну такое себе, реально такое себе пиздец. И он был поставлен президентом, президенты Афганистана, по черной, прикиньте, ну вот в 79-м, наверное, заступил. Сейчас я посмотрю, как у него там. Так. Нынче, вот на данный период, на сегодняшний день, произошло два взрыва в аэропорту Афганистана. Ой, блядь, у меня желудок болит, пиздец, аж в спину отдает. Президент 75-й год. Амин. Ах, а нет, нет, пизду, амин как раз таки был якобы про ЦРУшный, про ЦРУ, но нет, 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 он, скорее всего, ну, хоть и хуй знает, знаете ли там. Иной раз можно сотрудничать с теми и с теми, с теми, блядь, не по другой теме, не по военной теме, да, сотрудничать там, блядь, про Виан какой-нибудь привозит, что-нибудь, какие-нибудь беженцы, мазафака вперед, увозит, ну, что-нибудь, ну, не в военном плане. Так, сейчас я найду тут. Преемник. Блядь, а что-то я его не могу найти, почины. Кармаль, а вот, Бабра Кармаль. Вот он как раз таки в 79-м году был поставлен. Очень напомнил мне актера с французского фильма «Пришельцы», месье Жакуй. Похож, похоже. Юбер, ой, он же Юбер, да, когда переместится со Средневековья, со своим рыцарем, блядь, в наше время будет такое, можете посмотреть. Всем советую, охуенная комедия «Пришельцы 1-2», третья такая себе. Значит, возвращаемся к военной горячей точке Афганистан, вечная горячая точка, и было затишье, короче, было затишье в 90-х, там что-то вот как раз-таки собирательное, там у них Талибан этот создался, запрещенный на территории России. И помимо Талибана, там еще всякие воинствующие группировки. Талибан поговаривают, и есть данные у центральных разведывательных служб, что работает на как раз-таки Пакистан. Пакистан, в Пакистане супермного, десятки процентов составляющее число от пуштунов. Понимаете? Могут помогать, разумеется, там, блядь. И так и вот сформировалось, и причем, самое что удивительное, они вот прям на границе могут базироваться, их правоохранители Пакистана не трогают. Не трогают и все, ну, типа, есть, ну, ладно. В лагерях там живут, подготавливаются, их даже пакистанские военные могут обучать вполне себе. Потому что, когда произошла террористическая в 2001 году с бывашими близнецами, уже остальной мир влез в Афганистан, когда стали известны заказчики, исполнители, кто откуда, из Афганистана. И надо было поймать, кого, правильно, Бен Ладена. Бен Ладен где скрывался? В Афганистане. Вот в Postal 2 играли, играли там в пещеры, бородатый чел, вот это он, короче. Сидел, сидел, передел, он, кстати, его супер богатый был с Хусейн. У него, ну, не он был, его семья. Без семьи он бы ничего бы не сделал. Респект тем, кто, будучи с нищих семей, даже пускай на тиктоках своих, на инстаграмах поднимаются, блядь. Это уровень, я считаю. А то, когда семья мега богатая, ладно, ты ее делаешь еще богаче. Еще более уважаемой семьей. Это одно. Но когда, блядь, ты в супер богатой семье родился и, блядь, зашкварил ее полностью, ну, это вообще пиздец. Могут ее изгнать и все такое. И как раз таки у Хусейна так и произошло. Он деньги вливал, вливал, вливал. И, узнав, что он стоит за терактами, разумеется, те, кто родственники его, а вот там много родственников, это у нас тут заведено один-два ребенка, да, там по 20 детей, ёпта, мазапака. И вот 19 детей, ну, одни из 19 детей сказали, не, барак, ой, барак ты, не, Саддам, не, Саддам. Ой, не Саддам Хусейн, бен Ладен, блядь. Усама бен Ладен. Подождите, блядь, что-то я все намешал, это тот и Ирак, блядь. Вот я свою песню вспомнил тоже одну, там. Саддам, Саддам, тебя врагам не отдам, там что-то такое. Креду, креду. Так вот, от Хусейна отреклись многие из его семьи, и так как он был один из все равно значимых персон в своей семейке, деньгами он пользовался, пользовался, деньги у него были, и банки, банки, блядь, прикиньте, там во всяких Аравиях, на Варабиях, везде там, блядь, бабки-бабки, строительные фермы, только так строили всякие вышки, башни, блядь, не боевые, а вот для того, чтобы размещать там, блядь, туристов, снимающих голые тела моделев. А-а-а, блядь. Вот. И в 2000-е каких-то там, в девятом, десятом, а, в одиннадцатом, пизжу, в одиннадцатом году его, в общем, спецназ Америки на Блэк-Хавках нашли в Пакистане. Да, 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 почины. Не в Афганистане, в Пакистане. Хотя Америка с Пакистаном, они друзья. Они сотрудничают в области оборонки, в области там, все-все. Это, я считаю, огромная ошибка. Ошибка. Америкосы могут себе позволить ошибки, но рано или поздно эти ошибки приведут к тому, что, блядь, их просто не будут считать за сверхгосударство. Просто такую ошибку, совершили ошибку с китайцами, направив в Китай все свое производство. Туда отправили, а потом, блядь, когда пришло время, да, какая-то там междоусобица началась у них между Китаем. Все, надо эвакуировать. такое, блядь, все километровые заводы, блядь, будете перевозить. Хуй, они не дадут, они не дадут. Да и даже если, похуй, если дадут, то технологии-то у них останутся. Рабочие у них останутся. Китайцы обучаются, обучаются еще как, блядь. Они вон там хуй, хуй, вэй, хайоми, это все оттуда. Если бы не Америка, которая снабдила их подобными щик-щик-щик-щик заводскими аксессуарами, то, блядь, там бы сейчас Моторола была бы, там бы, блядь, алкотель, нахуй, находился бы, понимаете, в Китае. Так что, вот, такие дела. Если бы не Америка, блядь, не было бы великого Китая, я вам так скажу. Ну, вот, на данный момент, на данный период. Но китайцы молодцы. Они очень изощренные, хитрые и своего никогда не упустят. Там, где прошел китайец, еврею делать не было. Возвращаемся, значит, к Бен Ладену. Его нашли, захуярили, захуярили. Там ее ракеты, один вертолет потерпел крушение, что-то там запутался в проводах, но ничего, там, типа, вертолету пизда пришла, а остальное, там, в общем, проникли, проникли, остальные бойцы проникли в другой самолет, так что нормально. Никто не пострадал, типа. Погибших, ну, погибших не буду перечислять. Главное, что Бен Ладена, да, застали врасплох, и, казалось бы, все, цель номер один прикончена. Нет его больше. Спустили в море, отправили, на съедение китам. Войска можно выводить. Не вывели, не вывели. Вот, они сказали, с момента Бен Ладена, 10 лет мы еще войска в Афганистане поддержим, там вообще пиздец, ну, чтобы вы понимали, реально полигон. Вот, что такое полигон? Ездят танки, отстреливаются, новое вооружение обкатывается. В Афганистане это как раз таки то, что присуще нам видеть иногда в СМИ, там, показывают, как наша армада разъебывает, да, какой-нибудь, в какой-нибудь домик стреляет, блядь, искусственно произведенный для этого, по мишеням, там то же самое, только уже реальные дома, реальные люди, мишени и там тому подобное. Очень страшное, я считаю, местечко, но интересно, интересно, хотел бы туда съездить, посмотреть, ну, по корреспонденте, да. и амиргозы им сказали, 10 лет, короче, мы еще так побудем у вас в Афганистане, а потом посмотрим. И за 10 лет у них, они, опять же, ничего не добились, Афганистан, этот, талибан, запрещенный на территории России, не разбомбили, блядь, каких-то, да, поставленных, высокопоставленных, делают, делают, они бы и не разбомбили. Почему? Потому что эти талибаны, как бы, прикиньте, вот, в село въехала рота американских солдат. И собачку, блядь, задавил танк, нахуй, Абрамс, задавил, нахуй, и ребенок это увидел. Это было в 2011 году. Он вырос, подрос, помнит, как папа, узнав об этом, перезаряжает, блядь, калашников, на то время калаши были. И тут, все, папа ушел. Папа ушел, и ушел, и все. Против этих, вот, самых, америкосов, военизировали. Там просто, в Талибане, поймите, есть те, кто за свою землю стоит, а есть, ну, блядь, экстремисты. Самые натуральные экстремисты, там, за взрывы, блядь, за безумие, за вот это вот все. И там тонкая грань, отслаивать нужно, разделять. Если в Афганистан придут исламисты, то пизда. Мира не будет. Если мирный Талибан придет, который тоже запрещен, они все запрещены, потому что, ну, их еще никак нельзя идентифицировать. Кто там за свою землю, кто не за свою землю, ёпта, а просто там хочет объединить все воедино, там, чтобы везде там, блядь, ну, пони, короче. И, значит, американсы тут тоже сделали сверхошибку, ошибку вопиючую. Нет, чтобы с правительством, на данный момент правительство Афганистана уже пало, официальное правительство, которое признано было, Ганни съебался, у него вертолет был, я не знаю, что он на стрим ко мне не зайдет, блядь, там, не знаю, ну, кому-нибудь еще на стрим, не только ко мне, этих денег, что он вывез из страны, блядь, хватило бы пиздец, ну, мне задонатить было бы сто пудово, вот, кстати, смотрите, почему. Вот, идет сбор, ну, вот Наташа, это моя нынешняя телочка, и она хочет в Бухарест, на Интернешнл, я сам поеду на Интернешнл, надеюсь, деньги появятся к тому времени, потому что денег надо приличное количество, а именно на одно жилье только, 70-80 тысяч, и примерно на билеты порядка 100 тысяч, еще о цене не объявлено, но, короче, хотя бы какого-то, вот, 0-0 каких-то процентов, если бы Ганя мне бы задонил, пускай не едет Наташа, допустим, Ганя задонит, но не едет, и она не поедет, если она поедет, ну, значит, поедет, но, и до второго числа, кстати, идет, до второго числа, до второго сентября, идет вот такой вот аукцион, но он может быть продлен, я думаю, я его продлю до шестого, того еще 4 дня, у Ганя будет время мне задонатить, ну, или не ему, там, какой-нибудь еще беженец, покинувшись свою страну, там, Янукович, например, тоже Янукович может задонить, почему нет, как бы, гримны тоже принимаются, хотя он простой вроде находится, ну, ну, Ганни, значит, на вертолете, на самолете улетели, улетели, все, их больше нет, а какие-то бойцы правительственных войск, они остались, и остались фактически ни с чем, потому что америкосы, когда уходили, они съебались в быстром темпе, и поверьте мне, это самая вопиющая их ошибка, нет, чтобы сообщить правительственным войскам, что они уебывают, дабы подождать, блядь, официальные войска в местах дизлокации американских военных, там, различные базы, аэродромы, тому подобное, военные, уже адаптированы, это не надо ничего, строить, там, все уже они понастроили, и в итоге они оставили, блядь, хуевую тонну оружия американского производства, и не только американского производства, тяжелую артиллерию, танки, и вертолеты, а так как у Талибана много разведки, вот вами на, они просто взяли, посмотрели, ух ты, блядь, хамеры выезжают, блядь, ебать, так, трогать не трогаем, уехали, ебать, а база-то свободна, и все, и все, вы если посмотрите нынче вооружение Талибана, блядь, у них пулемет М-60, у них М-ки там, блядь, у них, блядь, оптические прицелы, снайперские винтовки, с ночным видением, с ультра-красным, который, инфа-красным, подсвечивает персонажей, блядь, представляете, я видел видос, где, типа, боевик Талибана хуярит по правительственным войскам, как раз таки в этот глазок, который читерским считается, в калабьюте, ебать, а они с них хуярят, конечно, и в итоге осталось правительство просто ни с чем, те вот стояли 20 лет, блядь, и 20 лет просто слили в унитаз, ебаный, проебав правительство, вот это Ганни, которое было вообще нищие, ну, чем оно бы, в смысле, насколько у них боевая позиция была, вот эти вот видосы, где там, афганские военные тренируются с иностранцами, ну, это единичные, это единичные случаи, но армия Афганистана, конечно, желает, оставляет желать лучшего, но там и есть, конечно же, спецы, но армия Афганистана была расформирована, подрасформирована, там, частично, как это, ну, ненужных убрали, уволили, нормальных оставили, если вот тех подготовку не сдаешь, то тебя списывают, а они столько денег, там, двести с лишним тысяч было военных, на две тысячи, какой-то там, до десятого года, двести тысяч, или после, в общем, двести с лишним тысяч военных, представляете, против сорока тысяч боевиков, бля, да, в пухе прахих, по идее, как можно было бы расхуярить, не так ли, так ли, бля, только, опять же, непонятно, кто есть кто, потому что, ну, все похожи, все похожи, в тюрбанах ходят, непонятно, из них, 80 тысяч комиссовали, если не больше, потому что, от них толку нет, элементарно, военные, бывшие гражданские, заступали, служить в армию, лишь для того, чтобы денег поймали, не было больше, ну, чтобы где-то деньги мутить, в Афганистане, надо, чашка работать, либо служить, вот, служили, служили, обычные, такие, знаете, там, кукаджам бы бы, даже взяли, мазафака, а, эту, Дмитерка, блядь, шуестра рыбу бы, пикнули, блядь, Савелича бы взяли, даже в армию, там, в Афганистане, но, опять же, есть и спецы, там, были спецы, которых все меньше и меньше, и вот, когда Ганни покинул страну, вот, в этом месяце, они, бойцы, регрупнулись, и вот сейчас, воюют за, какой-то там, регион Афганистана, их, там, тысячи, тоже, тысячи, тысячи бойцов, и к ним, направилась, тоже, десятитысячная армия, запрещенного Россией, Талибана, и вот сейчас, там, в общем, нихуевая заварушка, Масуд, так зовут, человека Масуд, его батя, до этого, воевал с ними, и он продолжил дело, свою батю, я считаю, это, достойно уважения, уважения, не буду, вот, далее, значит, множество беженцев, о чем, кстати, и говорила, Ванга, что будут беженцы, населять, там, с Дальнего Востока, да, или это Ближний Восток, подожди, это Ближний Восток, Ближний Восток, с Ближнего Востока, будут населять, беженцы, и под беженцами, я уже дополню слова Ванги, могут таиться, не просто беженцы, а боевые беженцы, ну, те же самые боевики, как ты проверишь, что, тот или иной, человек, не имеет, желание, там, блядь, в, в один прекрасный, блядь, для человечества день, подорваться, нахуй, может быть, может быть, их же на Пеллиграде, там, не проверяют, а вывозят, сотнями, сотнями и сотнями, вот там, самолет показывали, как в папке, блядь, 900 с лишним, человек, блядь, сидит в огромном, аж там, каком-то самолете, американском, там, протолкнуться не где, и Блэк Водтер, кстати, бабки на этом делает, якобы делает, может быть, и делает вполне, за каждого человека, по 6 тысяч долларов, чтобы вывести его, покиньте, какие там вообще, транши, не факт, что 6 тысяч с половиной долларов, конечно, есть у афганца, далеко не факт, потому что, даже если распродать все мое имущество, не наберется 6 тысяч с половиной долларов, поверьте мне, у меня телевизор, БУ, 150 тысяч рублей, камера, 80 тысяч рублей, 230 тысяч, один телефон, PlayStation 5, монитор, компьютер, клавиатура, мышка, микрофон, все, распродав это, я даже не улечу, а что, у афганца там, может быть, понимаете, эти 6 тысяч с половиной долларов, они могут потом, нихуевую, хуйню, сотворить, на примере макета, мазафака, какой-то чел, да, там, боевик, говорит, ну, бля, полечу, давай, деньги у нас здесь 6 тысяч 500, а там дальше решим, все, а ты никак не узнаешь, действительно, реально, бля, Америкосы сейчас вывозят, и не только Америкосы, вообще, вся Европа принимает беженцев, я не говорю, что не надо принимать, надо просто относиться к этому, щепетильно, и, чтобы следили, обязательно, чтобы внутренние, вот, спецназ, не спецназ, а, ну, типа, дознавателей, короче, скажем так, проводили беседу, имели, доступ к мозгам беженца, дабы, ну, к его пожеланиям, желаниям, если он, к примеру, семьянин, по нему видно, да, у него там, ну, такой ухоженный, чувачок, говорит еще и на английском, конечно, пускай, что за ним следить-то, но если там босоногий какой-нибудь, типа, шестьдесят с половиной долларов, который, пы, откуда-то раздобыл, это уже, надо думать, надо следить, надо смотреть, надо прослушивать и контачить, не контачить с ним, а, проводить, разыскные там, ну, проверять, короче, знаете, да, что такое на карандаше, а потом на ручке, блядь, вот, два взрыва в аэропорту произошло, сколько будет провокаций, хуй знает, но насколько же афганцам некоторым стремно, что пришли к власти Талибан, потому что на крыло самолета садиться, ну, это какая-то вообще безумная тема, блядь, почему безумная тема, да потому что, блядь, неужели власть Талибана страшнее, чем, ну, взлетишь ты, да, а потом ёбнешься, по любасу, ты никак не у... даже, там вот типы привязывали себя, и они просто, естественно, фидели, минус 50 градусов, блядь, минус, блядь, 50 и кислородное голодание. Нескольким людям удалось, в общем, за всё время лёта гражданских рейсов в целости, сохранности, перелететь, там, какой-то участок мира, планеты. и то у них там было, опять же, обморожение, кислородное голодание, это они в шасси, а те, блядь, аж на крыле, на крыльях летают самолёты. Пиздец, блядь, просто в шасси, если залезешь, мало ли думаешь, ну, может быть, технический отсек какой-нибудь, да, там попадёт, а там у меня хуй знает. Там может просто спрессовать вот так вот, блядь, это ебать какая Фидель Кастер хуёвая, да, когда, прикиньте, вас просто так, ну, и вы лопаетесь, просто человек лопается, блядь. Или страшнее, когда к вам те самые типы, что с вашей земли, блядь, будут говорить, типа, так, твоя баба, тварь, она вышла на улицу, без тебя, мы её будем пиздить. Хотя они говорили, мы придём, когда к власти, они вот пришли к власти, не будем ни женщину гнетать, там, вот, он фотку видел там, стрёмную, ну, заблюренную, за джинсы запиздили женщин, за джинсы, блядь. На репортера с автоматом вот так вот, как бабулины кидаются, блядь, я не знаю, ну, блядь, с кем наши, к сожалению, какого-то хера мид, говорит, ну, это здравые мужики. Нет, можно, там и есть здравые, но есть загалделые, их охуевшее количество. Скорее всего, миды общаются со здравыми, конечно. Блядь, каких-то босоногих туда не позовут, которые не бе-не-ме, а только щик-щик, па-па-па-па-па-па-па-па-па, па-па-па-па-па-па-па, па-па-па, ну, блядь, ну, где Рил Толк, блядь, и Сенгипаут, нахуй. Нету, иона. К чему мир-то ведем? К постоянным терактам, блядь? С Пакистана могут, там, ячейки есть, боевые, они по-разному называются, они все там, ребрендинг так же делают, блядь, как Феника, вот у нас там, блядь, да, пирамидки, пирамидками, а у них группировки на группировках. Одна что-то натворила, расформировали ее, сделали новую, пошла, тоже бедокорить. Набедокорила, нахуярила, переименовали опять на границу Пакистана, и там тренируются с пакистанцами, блядь, военными, и все нормально, а причем, Америка дружит с Пакистаном, лишь бы Индия не выебывала. Ну, Индия, там, Китай рядом, охуенный союзин. Не знаю, какие, какие там, короче, додики сидят, реально, в американском, вот таком, причем, это не просто, это, ладно, внутреннее правительство, делайте, что угодно, но вы, блядь, творите то, что, не под, ну, нельзя, нормально, объяснить, логически. нет никаких, вообще, что, чтобы взять весь мир фраустом, современный, поверь, будет, значит, будет, поверьте мне, почины, вот сейчас вывозят людей оттуда, как вариант, разветвления событий, Афганистан продолжит быть обкатыванием вооружения, территория для обкатывания вооружения, только уже ядерного, ядерного, ядерное оружие возьмут, там же норы, везде норы, норы, в каждой горе, в каждой ложбинке, там есть проход, откуда, ну, типы вылазят просто так, тв-тв-тв-тв, ну, девятую руту смотрели, там реально такая же хуйня, блядь, просто они выпрыгивают, блядь, пак-пак, горе-то их, и как с горами бороться, блядь, ядерным оружием, есть такие снаряды, которые пронзают, они взрываются не на поверхности, а въебываются в плотность, и проходят дальше, и уже там внутри разрываются, сколько-нибудь там пролетят, да, и взрыв идет, да, как вариант, да, могут ядерное оружие применить, вот вы сейчас, до 31 августа, Америкосы должны съебаться, и весь другой контингент, поверьте мне, будут, опять же, убийства, скоро провокацию, еще какой-нибудь самолет, блядь, могут подорвать, с, этими, с беженцами, потому что у них там накипает, им, типа, хочется уже порядка, им кажется, мера порядок, ну, по-своему, мера порядка устраивать, там, блядь, всякие репрессии, страшную хуйню, короче, и, мера там не будет, мера в Афгане, конечная моя точка, не будет там мера, пока с Пакистаном, тот, кто из Пакистана, высокопоставленный, хочет и поддерживает боевиков, мера там не будет, в Афганистане, потому что они там граничат, им это интересно, это, это такая барабулька, барабулька, которая, бля-бля-бля-бля-бля, вот барабульку надо затыкать, надо затыкать, не знаю, работать, работать в дипломатическом плане, воинственном, не получится, не знаю, как дали, блядь, Пакистану, ядерное оружие, тоже вот, пиздец, и причем, кстати, тот человек, президент того времени, в Пакистане, который, для своей страны, обзавелся ядерным оружием, ну, типа, у всего мира есть, а у мусульман нет, ядерное оружие, он такой, будем делать ядерное оружие, ядерное оружие они получили, но у этого президента, спустя какое-то время, там, лет, прикиньте, взяли, свергли просто, хичкокнули, блядь, ну, пиздец, ну, ну, как, человек, для твоей страны, чтобы потом безопасность была, блядь, такое-то, и такое творит, ну, это, такие творят, точнее, такие творят, блядь, ну, с ними говоришь, блядь, есть нормальные, их охуевшее количество, но есть безумцы, безумцы, с которыми нельзя говорить вообще, ни в коем случае, вот тот там говорил, теористов сортир их мочат, тут чё-то, я чё-то, это, как-то, уже сомневаюсь, блядь, чё-то давно мочил его не было, ну, так что, пачаны вполне, жди-те, какие-то там отголоски джихада, каких-то ещё моментов, только уже в современном мире, и возможно, возможно, короче, в башнях не находитесь нигде, в башнях, там, это стрёмно пиздец, я вам говорю, сидите в своих домах, заебись, короче, в башнях нахуй, мало ли там им чё, блядь, приспичат, не так ли, блядь, почему, так ли, вот такая аналитика, короче, ведь на вечную горячую точку, уже как пиздец, сколько лет времени, жертвы каждый день, и ни к чему не приводится, а всё потому, что поддерживается ближайшей страной, охуевшей, и похуй, им похуй, и тем похуй, а в любёке изначально, не похуй, а в любёце, ещё как пиздец, сейчас общий奇妄, necessity remains,